Идем к следующей части. Управление рабочими местами. Вышел покурить, курнул и улетел. Выпустили в гибрид. С паспорта назад запускается. Давайте, наверное, продолжим, да? Мышка чуть не убежала. Я бы ее дальше ложил, немножко быстрее вырастет. Вот какие вы. Я тебе правда говорю, работа такая. Я постараюсь, может быть, к течение недели офис весь распакуется, я уж постараюсь как-нибудь самых активных слушателей снабдить подарками. Да, только такой подарок обещаешь. Я, да, обещаю. Да. Ну, я в следующий раз буду в Редмонде привезу, только черт без коробки. Да, мне все равно, он нашим народом. А с таможенной никого нету? С таможенной? А кто теперь нужен? Да мне нужен коридор за тобой. Нет, ну это слишком дорого. Да стоит. На два часа. Мне это было заехать? На два часа, да? Я самому нужен, у меня звон уже знаешь, сколько раз вырастамаривали. Надо было говорить, и было опять же. Так, ну что? Ты знаешь, я каждый раз таких слышал. Готовы, да? Работы? Да, с ним за все. Все, поехали. По теме пройдемся. Итак, управление рабочими местами жизненным циклом. Базовый уровень. Вася Пупкин и мониторящиеся рабочие места путем переноса из одного места в другую, к себе в коморку, установили софт непонятно что, принесли назад. И всегда вызывало, как бы, умиление вопрос, зачем шефу поставили фотошоп на ноутбук. Ну как, а вдруг ему там фотку отредактировать, да? Вот, ну, зачем ему фотошоп-то? А к чему? Вот ему захотелось фотошоп, но знаете, сейчас есть масса технологий, мы о них вернемся. Базовый уровень, отсутствие средств управления и контроля за рабочими местами как таковыми. Понятно, да? То есть, если у вас какие-то ручные процедуры, отсутствие стандартов и тому подобное, это базовый уровень. Стандартный уровень. Главные два момента стандартного уровня. Почему он называется стандартным? Стандартные образы, стандартное состояние. С точки зрения стандартного образа, обязательная стандартизация установки операционной системы из сети согласно строгой спецификации тех или иных образов. То есть, у Майкрософта есть масса различных технологий, есть сторонние разработки, но самый главный вопрос состоит в чем, да? То есть, пользователь не работает машина, падает в синий экранчик и так далее. Что нужно делать? Пользователь снимает тубольку, звонит в отдел поддержки или тому же администратору, который отвечает за рабочие места и говорит, у меня машина в синий экранчик падает. Мы не бежим и не выясняем, почему она падает в синий экранчик. Нам лень. Что? Лень, ну. Лень. Кроме того, бесполезно, если она уже начала падать в синий экранчик, то, скорее всего, она там в нем и останется. Не, бывают, конечно, частные случаи. Но самым простым вариантом является что? Быстрая переустановка операционной системы. Пользователь позвонил, ему сказали, нажмите F12 при загрузке. Нажали, спасибо, введите свое имя и пароль, выберите из списка то, что вы видите, и отойдите от компьютера на 15 минут. То есть, пойдите попейте пиво и так далее и тому подобное. То есть, соответственно, в течение 15 минут образ устанавливается, быстренько разливается, он стандартизирован. Если после установки стандартного образа машина продолжает падать в синий экранчик, значит, такую машину надо забрать в коморку, а потом домой разобрал на запчасти, а пользователи поставят новый образ. Соответственно, у нас появляется человек, который отвечает за формат, поддержку и управление службами подобных образов. То есть, это могут быть там рисы, это могут быть Windows Deployment Services, о котором мы будем говорить чуть позже, Это могут быть другие сторонние производители. Главный факт, образы стандартные есть, машина не работает, четко спросили. В образах могут присутствовать дополнительные программные продукты, соответственно, вам нужен такой, вы такой-то урок выполняете, получаете соответствующий образ с соответствующими программными продуктами. Вторая часть, обязательно стандарт состояния текущего, да, то есть, он достигается через стандартное обновление. Можно, конечно, долго спорить о том, что же есть у Майкрософта обновление, добро это или зло, но факт остается фактом, и поверьте, то, что вы видите уже как обновление, это далеко не самый плохой вариант. Потому что на следующий день после появления, или даже в тот же день, в зависимости от времени суток, в тот же день, как обнаружили какую-то уязвимость, обновление появляется тут же в нашей корпоративной сети и устанавливается всем сотрудникам. Поэтому, знаете, есть люди, которые просто боятся, что их что-нибудь принимают в темном углу. Я уже большой специалист по откатыванию обновлитель. Вот буквально после майских праздников был в командировке, приехал, включился, машина попросилась перезагрузиться. Я сказал, мне не надо перезагрузиться, поработаю. Пришел после майских праздников перезагрузиться, да, то есть, уже в новом офисе, с фай-фаем и все такое. Те не перегружаются. Хотя все майские праздники, пока машина была там гибернет, отрабатывала субботу, нормально, без этих вот проблем. Вот. Ну, факт остается фактом. Обновления позволяют сохранять стабильность, они позволяют сохранять надежность и безопасность, они позволяют сохранять стандарт. То есть, для этого в стандартном уровне обязательно наличие либо WSUS, Windows System Update Services, либо SMS, либо теперь, как он называется, Configuration Manager. В любом случае, что-то, что централизованно управляет обновлениями с точки зрения участия администратора, должно присутствовать в стандартной системе. Соответственно, есть человек, он управляет двумя вещами. С сервисами развертывания и с их образами, и с сервисами обновления, с их обновлениями. Контролирует эти сервисы, следит за тем, чтобы оно работало. На рациональном уровне, самое главное, да, то есть, как вы заметили, рациональный уровень ломает стереотипы и подход всегда к IT. На рациональном уровне одно из самых важных вещей, обязан как бы административных вещей или идеологических вещей, это обязательная стандартизация операционных систем по версии. Есть такой принцип «версия минус один». То есть, практически все разработчики железа и ПО поддерживают этот подход к работе. То есть, версия минус один обеспечивает нам поддержку текущей и предыдущей версии операционных систем Vista и XP. Других операционных систем Microsoft не поддерживает, под них не пишется SOC, под них не тестируется программное обеспечение. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы возьмем ту же 98 по каким-то надобностям, вы ее просто не защитите от современных угроз, от современных атак. Мало того, она еще потащит за собой вниз всю инфраструктуру. Самый простой пример, кто пытался добавить 98 в домен 2003 сервера. Кроме того, что давно 98 массам всяких обломов нужно накрутить, прикрутить, заточить и так далее. С самого 2003-го через групповые политики надо отменить вот это, выключить вот это, поменять цифровую... Вот именно, ключевое слово, LM, да? LM это пароли, которые можно ломать, и причем ломать очень быстро, они там передаются. И вот ваша инфраструктура, казалось бы, из-за одной 98-ой мы подвергаем угрозе полностью всю сетку. Соответственно, версия минус один, мастхэв должна быть для того, чтобы нормальная инфраструктура работала и обеспечивалась управляемостью. Это понятно. На... далее. На рациональном уровне обязательные процессы централизованной установки и управления обновлениями программного обеспечения. На самом деле, как бы, есть стандартный вариант там, вы слышали смс, но почему-то мы привыкли к вот такому подходу, что, ага, приложение должно быть установлено на программных, ну, на самих рабочих местах в виде программного кода. На самом деле, модель предусматривает три... тут просто она в одном кубике нарисована, чтобы просто и так мелко, да, не развивать. На самом деле, модель предусматривает три подхода, которые вы выбираете в зависимости от требований организации. Это действительно установка программного обеспечения на каждое рабочее место. Чем оно хорошо? Оно хорошо с точки зрения... чего? Атомной войны. Логично. Хорошо с точки зрения атомной войны, потому что на каждом рабочем месте будет приложение, которое работает независимо, если данные оно хранит локально, если данные не требуют больших пропускных каналов связи, чтобы перегонять там.